Владимир Владимирович, уважаемые жители района, участники сегодняшнего совещания. В структуру органов местного самоуправления, муниципального образования Некрасовка входит представительный орган местного самоуправления, муниципального собрания и муниципалитет, который осуществляет исполнительно распределительные функции по решению вопроса местного назначения и отдельных государственных полномочий города Москвы, переданных внутригородскому муниципальному образованию Некрасов в городе Москве. В состав депутатов муниципального собрания у нас сегодня небольшой, зависит от численности. В состав входят 10 депутатов, которые избраны на срок полномочий в 2008 году, срок которых истекает в марте 2012 года. Депутаты – люди разных профессий у нас с вами присутствуют. Это руководители в сфере школьного, дошкольного образования, здравоохранения, культуры, спорта, предпринимателей. Ну, не для кого не секрет, в частности, хозяйка нашего сегодняшнего Дома культуры, Быкова Надежда Владимировна, также является нашим с вами депутатом. Начиная с 2005 года, во время периода реконструкции района, муниципальное собрание активно взаимодействует с планетной властью района. В рамках реконструкции решаются вопросы размещения социальных, культурных, спортивных объектов, подстанции скорой помощи в районе Некрасовка, строительства детской школы искусств, развития дорожно-транспортной сети. Обо всем этом очень подробно рассказал глава района Мамонтов Сергей Викторович. Несколько слов хочется сказать о работе муниципалитета. Работа муниципалитета осуществляется в рамках полномочий, предусмотренных уставом внутригородского муниципального образования и переданных отдельных государствами полномочий города Москвы. В сфере организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жизни, муниципалитет тесно сотрудничает с образовательными учреждениями района, включая дошкольные, детско-юношеские спортивные школы номер 4, Центры физической культуры и спорта Юго-Восточного округа. Но, как вы знаете, спортивная база у нас на сегодняшний момент располагается в основном в школах, поэтому пока муниципалитет использует спортивную базу школы района, стадион, физкультурно-оздоровительный комплекс и вновь построенные спортивные площадки. Об этом же Сергей Викторович остановился. В 2011 году в рамках года спорта и здорового образа жизни запланировано проведение 54 районных спортивных мероприятий, физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности. За истекший период проведено 28 мероприятий. За истекший период 2011 года на территории района Некрасовка в рамках переданных полномочий осуществляется организация деятельности районной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их права. Комития в пределах своей компетенции обеспечивает межведомственное взаимодействие по профилактике безнадзорности, безпризорности и проволочных нарушений среди несовершеннолетних. Органом опеки и попечительства осуществляется постоянный надзор за выполнением обеганами и попечителями своих обязанностей и контроль за состоянием здоровья подопечных в пенсии и денежного содержания с охранностью закрепленных в жилых помещениях. В заключении хочу заверить присутствующих, что органы местного самоуправления, муниципальное образование Некрасовка, естественно, на взаимодействии с управлением района окружными и городскими органами власти обеспечит качественное исполнение возложенных полномочий. И вот здесь Арсен Владимирович попросил прокомментировать записку, которая пришла на его имя. Поздравьте, пожалуйста, коллектив отделения почтовой связи номер 674 с предоставлением их нового помещения, в которое они завтра переезжают. От всей души, от своего имени Александра Владимировича Сергея Викторовича, они поздравляем их с долгожданным получением нового адреса. И будучи надеяться на то, что там у нас пошло в деревне и в сторону деревни района. Благодарю за внимание, готов ответить на вопросы. А, адрес, прошу прощения. Улица Лухмановской. Кожухова на улице Лухмановской. Это является ввиду того, что Кожуховские больше приезжать к нам в район не будут, а будут у себя ходить на почту в районе и получать деньги, как вы будете, когда они приезжают сюда. У нас с вами будет 25 этажки. В Турецких полях еще уже построено еще одно отделение почты. Спасибо.